Как бы вам сказать, почему я занимаюсь телевидением сегодня и сейчас? Я же не только телевидением занимаюсь, я вообще всем скопом телевидения от и до занимаюсь. И мне пришлось этим делом раскрутиться, заставить свои мозги включить различные конфигурации должного оборудования, как то включение мозгов в организацию производства, работа с аппаратурой, покупка аппаратуры, бизнес. А есть еще такая штука весьма интересная, это называется, я готов продавать то, что вы не хотите покупать. Но это, конечно, бред сию кобыл. Это называется, да-да-да, этим же и занимаюсь. То есть я пытаюсь продать свое творчество, но свое творчество я продаю с глубоким, немножко другим смыслом. Я собираюсь сделать свое творчество настолько хорошим, и чтобы люди, посмотрев его, сказали, Алексей, мы пойдем и будем делать то, что ты нам говоришь. Это мое личное мнение. Хотите вы этого или нет, но я это делаю. Еще мой небольшой другой случай. Пока все это дело грузится, естественно, то есть я кое-что сейчас скидаю туда. У меня есть такая дивная проблемка. Я ненавижу ложь. Не люблю ее вообще в природе своей. И когда мне говорят о том, что Сбербанк у нас с какой-то дивной историей, я говорю, ребят, у нас же есть интернет. Ну, у нас есть же интернет, да? Вы же сможете все это дело посмотреть? Так посмотрите и убедитесь в том, что там истории-то такого и нету. Вот. Которые вам по ушам проезжают. Ну, это из той оперы, о чем вам постоянно врут. Другой вариант. Ложа бывает не только телевизионная. Нет, вы что там думаете? Телевизионная, она, как бы вам объяснить? Если я уже через, сегодня у нас как раз седьмое, а, вру, восьмое число, да, восьмое число, вчера день рождения был у моего товарища. То есть где-то через примерно 22 дня, да, под Новый год я устроился на четвертый канал. Я там научился работать. Я научился делать то, о чем вы, дебилы, просто не понимаете. Потому что вы дебилы стали. Вам сказали, у вас есть компьютер. Так вот я начинал еще тогда, когда компьютеров нелинейных не было вообще в природе своей. Я учился и делал все это дело и обучался. И у нас были MX-50 и DFS-500, два микшера. Причем DFS-500 был топовый сегментом. Я бы сейчас, конечно, хотел бы, чтобы мне его дали. Изумительный вариант, красивый, сказочный. Просто я тогда еще работал, тогда еще работал, это было линейный монтаж. То есть у меня был контроллер. Потом я с этим контроллером продолжал работать. И я склеивал эти сюжеты. Причем я склеивал, я работал со звуком. К этому всему нужны были мозги. И они появились. И слава тебе, Господи, что это дело получилось. То есть я начинал тогда, когда еще ничего не было в природе своей. Да. То есть это был линейный монтаж. Вы спросите кому-нибудь и о чем-нибудь. То есть давайте все-таки определимся, откуда сама история возникновения телевидения в моих глазах, она была достаточно давно. Еще в свое время дядя Сережа покупал кинокамеру. Но я про это уже говорил, не в том суть дела. Теперь, что бы касалось моего личного ознакомления. Так вот, я лично ознакомился, и мы лично. Я чуть-чуть позже. Первоначально у нас структура была, покупала нелинейную станцию Челябинской авиакомпании и Магнитногорский государственный телевизионный компания. Там сложные все были вещи, не настолько навороченные, но что-то они делали. Делали, я даже несколько раз туда приходил, титры делал, потом я титры делал в другой студии. А потом уже, когда мы пришли к Виктору Филипповичу Рашникову, мы были операторами. Я был вместе с Валерием Юрьевичем, оператором лично Виктора Филипповича Рашникова. То есть мы работали, мы показывали и купили себе такую же структуру. Это было красиво и ровно. И цена опроса. Так вот, что вы сейчас сели на жопу свою? Это было не дешевое удовольствие. Ориентировочно 50 тысяч долларов камера с компьютером. Потом еще мы купили дополнительную, и она также стоила таких же денег. Жопку присели свою, да? Попочку прилепили к сидушке-то своей, а? То есть я-то все это дело проходил? Вы мне не рассказываете сказки, да? А вы сейчас что решили? Но видите, по мне-то произошло много разных дивных событий. Раньше одна видеокассетка стоила маленькая, 30 минутка, вон она у меня лежит есть, битакам. Она стоила примерно 30 долларов. Большая кассета 90 минут, битакам, естественно. Она стоила, сумма немножко другую. Она стоила 60 долларов. Перемножьте все это дело у Андрея Хиловского, 4 полки по 14, по 15 кассет. Ну так, неплохо, да, получается? Все у него было. Это все мы прошли. После этого пошел DV, маленький формат. То есть это уже другая цифровизация произошла. То есть DV, это не было, файлы, которые писались, это уже не была процедура использования именно видеофайлов. Мы просто перегон был аналоговый в цифровую АЦПшка. И потом цифра уже писалась. То есть в DV нету никакого видеоряда. Там просто цифры. И почему эти цифры работали? Потому что все начинало уменьшаться, 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 уменьшаться. А потом? А потом уже наступили вы. То есть сегодня и сейчас все это дело снимается на флешку. Вы не думайте, что это дело не прошло. Я все это дело прошел. А, мне еще говорят, ты не помнишь, наверное, кинокамеры. Так вот, кинокамеры я помню. Но я тогда был салопедом. Это еще было в четвертый... Это был как раз 1984 год, когда я начал делать... Начал делать. Вы думаете, что я это не делал, не делал, естественно. Я начал собирать все это дело в фильму. Дома фильму. И потом в школе. А в школе были и фильмы у нас еще и со звуковым рядом. Да, и мы этому делу учились. Я это дело сам делал, учился. Мне всегда это все это дело нравилось. Но уже потом, 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 потом мы сейчас пришли к тому, что весь видеоряд у нас где? На цифре. Маленькие такие флешечки. И в принципе на маленькую флешечку вы можете записать аж большое количество видеоматериалов. Но тут есть маленькие нюансы. То бишь, я крайне, я вообще сильно-сильно очень даже сомневаюсь, что ваш материал в цифре будет храниться очень долго. Да бред это все. Вот то, что хранится в аналоговом сегменте, а то, что хранилось вообще и что еще проявлялось, так вот то проявляется и служит, по крайней мере, столько, сколько появилась первая кинопленка. То есть при нормальном качественном обслуживании, при нормальном хранении вы сейчас еще можете посмотреть сюжеты образца 1924 года. Можете посмотреть, можете посмотреть. А вот то, что у вас в цифре. Винт навернулся и приплыли. Флешка навернулась и приплыли. То есть процедура длительности хранения это не айс. Именно поэтому кое-что, кое-что я храню очень долго. И на нескольких компьютерах. Потому что не дай это бог что-то случится, я хоть с одного винта, даже ни на одном винте на этих компьютерах оно лежит. Потому что в крайнем случае это все дело скопирую. Естественно, все это дело у меня есть, естественно, я все это сделаю по-другому. Но факт остается. Время сейчас стало немножко другим. И процедура хранения не бесконечная. Но может быть, дай это бог, YouTube будет работать долго. Но я в этих делах сомневаюсь. Что мы сегодня и сейчас будем с вами общаться. О, мы пока сейчас будем общаться. А я немножко, ну пока, пока. Развал-то у нас идет, естественно. То есть у нас сегодня разговор о мире танков. Да, мир танков. Сейчас я немножечко кое-что солью. Вот. То есть очень интересная штука. Называется интернет. По сути события нам бы не перлылось. Но в некоторых случаях она позволяет мне отправлять через почту диски. Через почту я отправляю свои файлы. А человек уже не торопясь скачивает. Хотя в принципе мне было бы гораздо проще. То есть вот я сейчас их кидаю. А для того, чтобы довести до эферы, это мне, грубо говоря, надо выйти на машину, завести. Ну на улице слишком холодно, естественно. На улице сегодня 25 градусов. Может 28 будет. И как-то вот этим макаром туда смотаться не. Именно поэтому я кое-что скидываю через облако. Вот я сейчас их запишу. И пускай они открываются. О. То есть они сейчас будут кочегариться. Это будет достаточно долго. Два с лишним часа они туда будут. Вместо того, чтобы с 20 минут тупо взять флешку и отвезти. Да-да-да. Ну ладно, что вы. Мне же надо с вами пообщаться. Именно по танкам. Да. Вернувшись к нашим дивным товарищам. Сейчас я вобью свой пароль. Пароль. 24. Вот так это все. И понеслось. Мы сейчас запустим. Так вот, что произошло? О, о, о. Тут вопрос очень сложный. Во-первых, у меня большая-большая проблема к нашим белорусским товарищам, которые наверняка вырослили из Белоруссии. Я говорю, вы неужели не понимаете, что... Хотя, в принципе, пускай они понимают. То есть маленький нюанс присутствует в первоначальных фрагментах танков. То есть я в интернете посмотрел, оказывается, танки это вообще такая бредятина. Крайне редкий вариант, кто-то в них играет, в основном другие вещи играют, культы, навороченные, имеющие возможность хорошо нагрузить ваш компьютер. По-самые кривые, чумошные помидорки. Это у меня приколка такая есть. Так вот, никаких она там не держит, ни премии, ничего. Это проезд. По ушам. Это еще в свое время белорусы нам проезжали. По ушам, естественно. Так вот, сам мир танков, он достаточно древняя история. Я что-то на него подключился и начал потихонечку играть. Но, в принципе, было неплохо по одной простой причине. Потому что, как бы вам сказать, не в том смысл событий в моей игре. Смысл моих событий в игре, это называется переключением мозгов. Чтобы они немножко вернулись на круги свои. Да-да-да. И когда мне говорят, что ты будешь играть, я говорю, да я играю это все по часу, не больше. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было чуть выше и поинтереснее, как это было в World of Tanks. Тогда хоть на пятом уровне можно было раскручивать. То есть я хотел сделать себе пятый уровень, а там дальше уже выбирать, что мне нужно было. Но сегодня и сейчас мы включились в мир танков. Почему мы включились в мир танков? Потому что наши белорусы подумали, а зря они, кстати, об этом подумали, что в случае, допустим, если Украина вошла бы в блок НАТО, то полет до Москвы, туда даже ничего не надо было пускать. Туда даже обыкновенная крылатая ракета долетит. Нам нужна прокладка, дебилы. Не надо никуда прыгать. Работайте, получайте удовольствие. Вы захотели в еврозону. Но я был в еврозоне. Не в курсе событий. В 2006 году я там был в еврозоне. Но мне там не понравилось. Хотя я был в нормальных странах. Но, как бы вам сказать, странное получение удовольствия. И люди, которые доставляли нам это удовольствие, так и сказали, что, Леш, а когда был Советский Союз, было все гораздо вкуснее. И все знают, что в Советском Союзе было все гораздо вкуснее. То есть вы думаете, что мы облажались? Нет, мы не облажались. Мы не облажались. Просто выбрали дебила, который все это дело разрушил. Имя ему Горбачев. А потом пришел Ельцин. Один продал, другой пропил. И после этого началась фестивальная часть нашей жизни. Но, с другой стороны, эта фестивальная часть моей жизни прошла по моей молодости. И я там много чего интересного видел. Почему мы говорим о состоянии невранья? Потому что моя программа, она началась в 2001 году. Потому что в 2001 году я женился. Не было квартиры. Я задал вопрос. Ну, давай-ка я попробую себя раскрутить. Я завел программу «Автостоп». Что такое программа «Автостоп»? Программа «Автостоп» это было четкое повторение «Топгир» 1997 и 1995 года. А в тот момент у нас была тарелочка такая весьма интересная. Располагалась на Доме Советов. И она просто показывала нам смысл жизни. Именно тогда я посмотрел. И это был тот топгир, который вам не демонстрировал машины, которые вы в природе своей не сможете купить. Почему? А у вас есть миллионы долларов? Нет. Вот видите, мир танков. Типа наша игра. Сейчас, я не знаю, раньше они показывали то, что год прошел, как они сделали. По сути событий, это только белорусы отдали все это дело москвичам. И все стало гораздо все реально посложнее. То есть, если бы раньше была бы возможность у меня заработать денежки на пятом уровне, я бы не столько плюхался. Потому что на пятом уровне ушибоны бывают веселые. Да. Я пытаюсь что-то сделать, но на первом уровне, чтобы это дело ушибить, это надо очень сильно постараться. Но только на первом уровне в мире танков я что-то все еще зарабатываю. Вот такая фигня. И когда мне говорят, что мы сделали что-то красивое и ровное, я говорю, ребят, были вещи, были мысли, были события. Я очень, очень сильно сомневаюсь. Ух ты. Не, не, все, уже по новой понеслась душа в рай. Гружение пошло. Вот. Очень сильно я в этих делах сомневаюсь. Потому что топовые игры, я имею ввиду цивилизацию, топовые игры были другие. Винкоммандер первая, вторая, третья часть. Они давали вам возможность поиграть. И никто не выдергивал ваши деньги. Вы понимаете, о чем я говорю? Это были исключительные качественные игры. На сегодня и сейчас. С вас деньги тыскают туда-сюда. А давай, давай, а давай, давай, а давай, давай, а давай, 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 давай. Я, конечно, вот, ну, бредом я занимаюсь, да. Ну, да ладно, мне пришлось немножко потратить деньги. Почему? Потому что игра стала ну совершенно другой. Если раньше можно было хорошо работать, то сегодня и сейчас, чтобы здесь что-то сделать, это вам, наверное, надо залезть в свой карман. Но я никогда туда в карман не залажу. Я просто вижу вещи, которые мне бы, конечно, хотелось. Почему мне эти вещи немножко бы хотелось? То бишь, в принципе, я купил, наверное, всего две структуры. Два танка. Не более того. Потому что в свое время они сделали на прошлый Сюзан. Мы работали с... Был такой товарищ. Я его безумно люблю. Он, в принципе, работает на кино. Но кино у него, это отдельная тема. Это самый лучший человек. У него были очень серьезные бицепсы. Это Арнольд Шварценеггер. Ну, я поработал, я взял. Ну, а в связи с тем, что я использую интернет, я хотел бы ему купить танк. Ну, естественно, я ему купил танк. Вот. Хотя, сейчас проверю, купил ли я ему этот танк. А, не, лохмат. Ну, хотя, в принципе, вот. Ну, ладно. Короче. Нет, не купил я ему там. Я сам лоханулся. Да. Но я неторопливо его заработал. О, вот такой танк. Вот. Может быть, был он немножко другой. Сейчас я его доверну. Доверни до сюда. Вот примерно. Вот такой примерно у него был танк. Может быть, чуть-чуть другой. Но, в принципе, он, он, когда служил в армии, он ездил на нем, и он был этим механиком, водителем. Да. Ну, вот. Потом пересажу, когда будет нужно. А так, очень сильно мне захотелось вернуть на круги своя. И в связи с тем, что я понял, что мы туда-то не дойдем, ни коим боком, да. Но это невозможно было. То есть, вот такой был танк. Вот. Вот. Это был очень хороший танк. Вот. Т-62. В свое время китайцы. Мы в свое время как-то с ними беседовали. Беседа была очень сложная. Они захотели у нас что-то забрать. А мы им не совсем дали. Но кое-что они стырили. Вот они стырили такой танк. Т-62. Ну, я уже только потом догадался. Лох я был. Что же с пейджером, да. Что после того, как это дело было нужно, я уже это дело не покупил. Я просто использовал свои деньги. И купил себе наш Т-62. Ну, вот сейчас покажу его. Заработав. Денежки. Вот я его купил. Вот он стал наш. То есть, ну, разница немножко есть. Ну, есть она. Но, в принципе, никакая большая разница. Ну, и вот немножко лоханулся, купил вот эту штучку. Что-то мне нужно было. Или не нужно было. Ну, купил. Ну, так. Ну, пойдет. Все. То есть, по сути, события мои вложения денег в эту игру, это каждый раз я вплачиваю туда 1350 рублей для того, чтобы бонус себе поднять. Ну, за год немаленькая сумма вылетела, да, там 3000 рублей. И два раза по 1000 с небольшим. Ну, грубо говоря, за год я заплатил. Но я этого дела никогда бы не платил в других структурах. То есть, вы бы никогда это дело не платили ни в 1С, а там была очень хорошая вещь под названием штурмовик. Вы никогда бы это дело не платили никогда и нигде в природе своей, потому что это было нормально. В принципе, этого можно было бы избежать, если бы это было бы нормальный World of Tanks. То есть, там можно было, не выкобениваясь, сделать красивые вещи. Ну, захотелось. Я подарил Леста Геймс. Пять, ну, давай, пять, пять, шесть, ну, давай, хрен с ним, шесть тысяч рублей. Больше нет. И не буду больше дарить. Потому что я ненавижу таких вещей, они мне не сильно нравятся. Будем играть неторопливо. Что получится, то получится. Но, к слову о том, я крайне сильно сомневаюсь, что у каждого первого не стал бы его показывать, когда там будет много. Но оно будет. И достаточно скоро. Но сегодня и сейчас вот этот мой дивный танчик, небольшой такой, о, люфтенький, качественный танк. Вы знаете, сколько у него золотых и серебра? Вот. Нет, это как бы золото на этом танке, которое потом невозможно перевести баш на баш. Но давайте все-таки поделимся. Всем. Любителям танков. Сколько? Ну, сколько? Ну, сколько? Миллион семьсот двадцать один тысяча восемьсот девяносто на сегодняшний день. О, как! И когда мне потом люди начинают втыкать. Лешенька, а почему ты? Где находишься? А я где нахожусь? Я нахожусь всегда в этих местах. Я не лезу вперед с песней. Потому что лучшие варианты у нас были еще максимально качественные люди, которые в свое время заработали и золотые звезды. Они все время находились в засаде. И из засады много чего отшибали. Чтобы было понятно. Ну, чтобы было понятно. Может быть, кто-то когда-нибудь ее посмотрит. Ну, да ладно. Сейчас немножко объясню. То есть, видели, да, сколько? А что вы, остальные товарищи, никоим боком не лезли свои ко мне, да? Ну, это чтобы было понятно. Не торопитесь. Это танк десяточка. 430У. Неплохой танк, да? Еще неплохой танк. Ну, который я купил, естественно. Т-62. Тоже десятка. Окей. Прокатимся чуть-чуть дальше. Еще один, ну, такой весьма интересный. И охрененно крутой танк. 279. Объект. Вот. Это после Т-10 следующий объект. Я его еще накрасил. Красивейшные шняги нарисовал на него. Красиво получилось, правильно, да? Вот еще эти штучки, боковушечки открыл. Клево, да? Третья десятка. Не торопитесь. Давай, 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 сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот, вот, вот. 150 миллиметров. Калибр. Очень хорошая машина. Ой, хорошая. Да. Какая пуша. Какая машина. Да, 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 да. 750А. Не торопимся. Немножко две еще осталось. И потом будет чуть-чуть побольше, естественно. Не торопливо. Да, вот, пожалуйста. Та самая тема. М60. Неплохо. Симпатично. Но пока ноль. Не получается у меня что-то. Опыт сбивает почему-то. Хотя, в принципе, я еще раз кое-что объясню. Вот это еще танки. Да, вот этот замечательный танк. То есть, это уже Великобритания имеет такой танк. Вот. Это уже отдельная тема. Что идет дальше? Как идет дальше? О чем идет дальше? Но в этом смысле я бы, конечно, немножко дал бы люля. Вот этим товарищам, которые нам все это дело говорят. А люля? А люля вы каждое утро смотрите. Где люля? Где люля? Ну, где люля? Мы сейчас что с вами видим? Не только меня, естественно. У нас ограниченная операция существует. И в этой ограниченной операции в большом количестве появляются те танки, которые горят. И, к сожалению, американцы сказали, абрамсы неся. Потому что как же так случится, что вдруг абрамсы так же будут гореть? Они так же горят. Они равно так же горят. Но самые лучшие танки, еще раз говорю вам, не надо русские танки, советские танки равнять с западом. Мы всегда были круче всех. А вы все это дело переделываете. Конечно, мне это все дело не нравится. Конечно, мне все это дело не нравится. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Мой же смысл, моих инсинуация, никто и не понимает, о чем идет речь. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Просто еще раз вам говорю. Русские танки, которые были, а мы немножко их переделали, чуть-чуть. Но цены в них нету. Они всегда всех хлопали. Хлопали. Будут хлопать. И всегда мы сделаем. И когда нам говорят, что Россия это говно, я говорю, ну, может быть, это бензоколонка. Шутова знает. Может быть, к российскому народу слегка сложно относятся те, кто занимается и выдают законы. Это отдельная тема. Но никогда вам не надо думать о том, что вы в будущем, да и вообще всегда, нельзя лезть в нашу страну. Наша страна всегда давала всем люлей. Всем всегда. Потому что мы живем в очень тяжелых условиях. С жесткими подъемами температуры вверх и вниз. Да, нас немного. Но у нас есть оружие. И оружие мы выпускаем на очень крутом уровне. И будем его выпускать. Поэтому не надо говорить, что вы круче. В некотором смысле Америка интереснее в том, что там деньги очень серьезно зарабатываются. Но когда-нибудь, когда-нибудь те, кто поедут в Америку, когда-нибудь, а это случится. Потому что болячки-то у всех есть. И Господь Бог так и говорит. Вы и здесь покажите, что вы умные. А потом уже будет суд. И поэтому я не вру. Поэтому я всегда рассказываю. И поэтому я говорю, что лечение там заболеваний, это совершенно другие. Это совершенно другие деньги, чем лечение заболеваний качественных. Вы коммунизм. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы все вернулось на круги своя. Но пока поколение отморозков, живущих на сворованные деньги своих родителей, не просрет все это дело, ничего не получится. Просто не получится ничего. То есть, господа мои, ну те, кто меня смотрит, да, может быть меня смотрят и дети, ну допустим, 13 лет. Вы просто подумайте, что я вам сейчас скажу. В течение ближайших 27 лет счастья не будет. Либо затягиваем поиски, думаем и в некотором смысле смотрим мои передачи, где я вам четко объясняю, как можно жить даже на небольшие финансовые средства. Либо, либо СООО. Ну думайте сами. Думайте. А я немножко поиграю. Можно жить, да?